МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто пока еще не видел нашу передачу, мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся правилам безопасного поведения и при этом соревнуемся. Наверняка, ребята, о многом вы уже слышали от взрослых людей, от своих родителей, учителей. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда можно повториться. Вы согласны со мной? Да! Отлично! Ребята, вчера мы с вами говорили о том, как можно оказать самому себе первую медицинскую помощь, если у вас образовалась царапина или ссадина. И выяснили, что очень важно вовремя обратить на это внимание, потому что если не обратить внимание, то будут очень серьезные последствия. Сегодня мы с вами продолжим говорить на медицинскую тему, но об этом чуть позже нам расскажет что-то интересное наш детский эксперт по безопасности, доктор. А сейчас я предлагаю приступить к нашему первому конкурсу. Это снова будет конкурс загадок. Вы знаете, очень интересные загадки. Вам необходимо будет, если вы все правильно отгадаете, то у вас получится что-то целое. Дам вам подсказку, что у каждого человека это есть. Есть и у вас, есть и у меня. И за каждый правильный ответ будет вам фишка. За быстрый ответ фишка. А если кто из вас быстрее догадается, что мы с вами собирали, то этому человеку я еще дам две призовые фишки. Понятно? Да. Вам необходимо будет выслужить загадку, а отгадку найти среди этих картинок и прикрепить на скорость к своей доске. Ясно? Итак, первая загадка. День закончился, затих. Ты легла, закрыла их. И легонечко зевнула. И тихонечко заснула. Побежали искать, быстренько нашли, что мы закрываем, что мы... Глаза. Быстрее, ребят, быстро. Глаза. Позвращаемся. Глаза, глаза, глаза. Не забываем, что это на скорость, присаживаемся. Правильно, ребята, отгадка. Это действительно глаза. Так, Дима справился быстрее, поэтому Диме две фишки. Держи. И одну фишку Алисе. Правильное ответ. Итак, ребята, вторая загадка Алисы. Не забываем, что это задание на скорость. Хорошо? Постарайся быть тоже быстрее, как Дима. На лице он выдается. Не в свои дела суется. Но сопеть и нюхать тоже с удовольствием он может. Ищем правильный ответ. И быстро обмечаемся в дальнюю стенду. Прикрепляем и возвращаемся. Снова Дима. Справился быстрее. Ну, ответили вы, ребята, правильно. Это у нас что? Нос. Нос. Правильно. Хорошо, Дима, держи свои фишки заработанные. И Алиса, твоя фишка. Пожалуйста. У меня одинаковых цветов каждый раз. Фишки. О, как тебе повезло. Белый-белый. Хорошо. Слушаем следующую загадку, ребята. Третья. Никуда не торопись ты и не кушай очень быстро. Ты его не набивай и, конечно, не зевай. Алиса решила, что в этой загадке речь идет о мясорубке. Ну, ты, Алис, ошиблась здесь, Дима. А я рот. Какая отгадка здесь? Рот. Рот, действительно, рот. Потом. Рот. Так, значит, Диме мы даем две фишки за правильный быстрый ответ. И будем надеяться, что Алиса правильно отгадает следующую загадку, да? Итак, слушаем последнюю загадку. Ими все мы слушать можем. Слух у нас отличный, но подслушивать не гоже. Это неприлично. Побежали, побежали. Алиса, быстрее, ребята. Ну вот, Алиса обогнала Диму. Очень хорошо, ребята. Отгадали вы, я хочу вам сказать, эту загадку правильно. Какая отгадка? Уши. Уши, конечно, ушами мы слушаем. Алиса, твои две фишки на этот раз. Один кино, одна. Держи. Итак, ребята, фишкам я уже вам раздала за правильный и быстрый ответ. А теперь еще последнюю часть нашего задания. Я говорила вам о том, что кто из вас быстрее догадается, что мы собирали, тому я дам еще две фишки призовые. Итак, посмотрите, пожалуйста, на картинки и догадайтесь. Кто уже, может быть, догадался, что мы с вами так усердно собирали? Разгадывали четыре загадки. Лицо. Лицо. Правильно, действительно лицо. И брови, да. Две призовые фишки, Дима. Сильные. Одинаковые. Так, все, первый конкурс сыгран, поэтому давайте-ка считать фишки. Сколько вы заработали в первом? Ну-ка быстро сообщите мне. Алиса. Два. И кто у тебя? Три. Четыре у Алисы. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И девять у Димы. Отлично. Хорошо, ребята. Опять победил. Дима, Алиса, наш первый конкурс был посвящен частям тела. И каждая из этих частей тела может, конечно же, заболеть, не дай бог. И их нужно лечить. И есть замечательные люди, замечательные профессии. Это доктора, которые всегда готовы прийти на помощь. И с одним из таких хороших людей мы с вами познакомились вчера. Это доктор Артем. И сейчас я предлагаю с ним снова встретиться. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Мы снова с вами встретились. И я очень рад этому. Вчера мы узнали, что такое йод и для чего он нужен. А сегодня я хочу поговорить еще об одном антисептике, а именно о зеленке. Кстати, антисептиками в медицине называют все, что способно противостоять бактериям и микробам. Ребята, а вы знаете, для чего применяют зеленку? Алиса, Дима, для чего применяют зеленку? Чтобы рано замазать. Так, чтобы обеззаразить ранку. И царапины. Правильно, и царапины. И по баночке сразу угадал. Да? Ну хорошо, слушаем, доктор. А вы знаете, что сначала зеленку открыли не как лекарство, а как краситель для ткани. И только потом узнали об ее целебных свойствах. Человека, который сделал это открытие, даже произвели в рыцаре. А называется она так именно за насыщенный зеленый цвет. Применяют при любых ссадинах и порезах. Один из главных недостатков зеленки – это ее красящие свойства. Поэтому будьте осторожны, чтобы не вымазать одежду. И, конечно же, обязательно, придя домой, спросите у родителей, есть ли у вас дома раствор зеленки. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно же, победы. Дима, Алиса. Второй наш конкурсный день тоже подходит уже к своему завершению. Но еще одно испытание, которое я для вас подготовила, вам стоит пройти. И сейчас я как раз-таки очень мне интересно проверю, как вы слушали внимательно нашего доктора. Для того, чтобы выполнить это задание, я вас попрошу подойти каждый к своему стенду. Снимите, пожалуйста, быстренько картинки, которые на нем есть. Сейчас снимай, Алис, картинки. Снимай, снимай. Быстренько снимайте. И мне принесите, чтобы был чистый стенд, чтобы вы могли писать на ментство. Хорошо, Дима, молодец. Иди к стенду своему, возвращайся. Спасибо. Берите в руки маркер, он вам сейчас пригодится. Итак, ребят, я буду вам читать фразу. Она может быть правильной и неправильной. Если вы считаете, что эта фраза правильная, то вам нужно будет поставить плюсик. Если неправильная, соответственно, что? Минус. Минус, конечно. У меня к вам убедительная просьба. Вы, пожалуйста, друг у друга не посматривайте. Потому что, во-первых, это неправильно, некрасиво и несправедливо. А во-вторых, соперник может ошибиться. И тогда вы автоматически тоже сделаете ошибку. Поэтому лучше думать своей головой и принимать решение самостоятельно. Договорились? Потом, ребята, сравним все ответы. За каждый правильный ответ я вам дам фишку. Если вдруг будет ошибка, то одну фишку я у вас заберу. Все понятно? Тогда я предлагаю начать. Итак, я читаю первую фразу. Телефон скорой помощи 102. Не смотрим, не подсматриваем. Правильно, ребята. У меня тоже минус. Правильно. Потому что телефон скорой помощи какой на самом деле не 102, а... 103. Правильно. Номер скорой помощи 103. Поэтому каждому из вас я сейчас коробочку положу по фишке. Так, вторую фразу я читаю. А вы думаете, плюс ставить или минус? Если поранить руку, то можно серьезно заболеть. Дима, я не понимаю, что у тебя за знак. Так ты, пожалуйста, или плюс, или минус напиши. Потому что это непонятно, что это у тебя. Все. Хорошо. Минус. Алиса, у тебя тоже минус. Ребят, а вы так не считаете, что если поранить руку, ее не обработать, правильно все не сделать, что нельзя серьезно заболеть? Можно заболеть, ребята, в такой ситуации. Поэтому здесь вы ошиблись, фишек я вам не даю. Следующая фраза. Если в глаз попала соринка, ее надо сильно потереть. Думаем самостоятельно. Здесь правильно с заданием справился Дима, потому что если соринка попала в глаз, то глаз тереть нельзя. Поэтому здесь правильный знак минус. Поэтому, Алис, фишку, которую я тебе клала, я у тебя забираю. За неправильные ответы я вас предупреждала, что буду изымать у вас фишки. И последняя фраза. Обрабатывать рану надо йодом. Алиса, быстрее. Обрабатывать рану надо йодом. Умничка. Я тоже. Действительно, йодом нужно обрабатывать рану. И ты, Дима, конечно же, молодец. Присаживайтесь, ребята. Каждому из вас по фишке. Я положил уже. Вот эта твоя, Дима, забирай. Я свой маркер положил. Итак, ребята, последний конкурс завершен. Давайте посчитаем, сколько за весь сегодняшний игровой день вы фишек заработали. На 5. Хорошо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хорошо. У Алисы 5, у Димы 12. Хорошо, ребята. Ну что ж, второй игровой день закончен. Выводы делать еще слишком рано. Потому что впереди у нас еще два игровых дня. И победитель, лидер у нас может поменяться. Поэтому готовимся к следующей встрече. И встречаемся, кстати, уже завтра. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!